Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды». Вашему вниманию мы хотим предложить сегодня рубрику «Духовное наследие». В ней мы обращаемся к духовному и литературному наследию известной христианской писательницы Елены Уайт. Елена Уайт. Желания веков. Глава 65. Повторное очищение храма. Все, что говорил и делал Христос, имело большое значение. Воздействие этих деяний должно было постоянно усиливаться после Его распятия и вознесения. Многие из тех, кто с нетерпением ожидал исхода беседы фарисеев с Иисусом, впоследствии стали Его учениками, в первую очередь благодаря словам, сказанным им в тот памятный день. Сцена во дворе храма не изгладилась из их памяти. Разница в поведении Иисуса и первосвященников во время беседы была очевидна. Гордый служитель храма был одет в богатые, драгоценные одежды, на голове сверкала тиара. Он держался с чувством собственного достоинства. Волосы Его и длинная пышная борода посеребрены годами, и весь облик должен вызывать благоговение у присутствующих. Но этой внушительной фигуре противостояло само величие небес, без всяких украшений и всего показного. Одежда Иисуса была изношена от длительных путешествий. Его бледное лицо выражало терпение и печаль, но оно светилось достоинством и благожелательностью, которые разительно отличались от гордого, самонадеянного и злого лица первосвященника. Многие свидетели речей и деяний Иисуса в храме приняли Его с того времени всем сердцем, как пророка Божьего. Но когда симпатии людей оказались на стороне Иисуса, священники возненавидели Его еще больше. Мудрость, с которой Он избежал расставленных для Него ловушек, свидетельствовала о Его божественности и еще более усиливала их ненависть к Нему. В споре с раввинами Христос не ставил своей целью унизить их. Он не испытывал радости, увидев, что они оказались в затруднительном положении. Иисус хотел преподать важный урок – смирить своих врагов, допустив, чтобы они запутались в сети, которую сами расставили. Признаваясь в своем невежестве относительно крещения Иоанна, они дали Иисусу возможность говорить. Он воспользовался этим, чтобы открыть им их подлинное состояние и еще раз предупредить их, как Он уже делал и раньше. «А как вам кажется, – сказал он, – у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ, «Иду, государь, и не пошел», который из двух исполнил волю отца. Этот неожиданный вопрос захватил слушателей Иисуса врасплох. Они внимательно следили за повествованием и, не раздумывая, ответили «Первый». И, устремив на них свой решительный взгляд, Иисус строго и торжественно произнес, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему. А мытари и блудницы поверили Ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему». Священники и старейшины не могли не дать правильного ответа на вопрос Христа и одобрили поведение первого сына. Этот сын олицетворял собой мытарей, которых фарисеи ненавидели и презирали. Мытари были крайне безнравственными людьми. Они действительно нарушали закон Божий и всей своей жизнью противились его требованиям. Они были неблагодарными и порочными. В ответ на повеление пойти в Божий виноградник и трудиться там, они пренебрежительно отказывались. Но когда пришел Иоанн, проповедуя покаяние и крещение, мытари приняли его весть и крестились. Второй сын олицетворял вождей иудейского народа. Некоторые из фарисеев покаялись и приняли крещение Иоанна. Но старейшины не признали, что он пришел от Бога. Его предостережения и обличения не вызвали в них перемены к лучшему. «Они отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Евангелие от Луки, 7 глава, 30 стих. «Они с презрением отнеслись к его вести». Подобно второму сыну, который ответил «Иду, государь», но не пошел, священники и старейшины только притворялись послушными, но на самом деле не покорились. «Они выставляли себя набожными людьми и изображали повиновение закону Божьему. Но это повиновение было притворным. Фарисеи осуждали мытарей и обращались с ними, как с язычниками. Но мытари показали своей верой и делами, что они идут в Царство Небесное впереди фарисеев, получивших великий свет, но не поступавших так, как требовала праведность, на которую они претендовали». Священники и старейшины молча слушали, надеясь, что Иисус скажет что-нибудь такое, что можно было бы повернуть против Него. Но им пришлось услышать нечто еще более невыносимое. «Вы слушаете другую притчу», — сказал Христос. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав ее виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слух к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слух, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал к ним своего сына, говоря «постыдяться сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями? Иисус обратился с вопросом ко всем присутствующим, но отвечали священники и старейшины. «Злодеев всех предаст злой смерти», сказали они, «а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Отвечая, они не поняли, к кому относилась эта притча, и только потом сообразили, что сами осудили себя. В притче хозяин виноградника символизировал Бога, виноградник иудейский народ, а ограда – божественный закон, который являлся защитой для них. Башня – это символ храма. Хозяин виноградника сделал все необходимое для его процветания. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, – говорит он, – чего я не сделал ему?» Книга пророка Исаии, глава 5, стих 4. Так была изображена неустанная забота Господа об Израиле. И как виноградари должны были возвращать хозяину надлежащую долю плодов, так и Божий народ должен был чтить его своей жизнью, используя полученные ими духовные преимущества. Но как виноградари убили слуг, которых хозяин посылал к ним за плодами, так и иудеи убивали пророков, которых Господь посылал к ним с призывом покаяться. Они убивали одного вестника за другим. До этого момента смысл притчи был понятен, и то, что следовало дальше, было не менее очевидно. В любимом сыне, которого хозяин виноградника в конце концов послал к своим непокорным рабам, и которого они схватили и убили, священники и старейшины ясно увидели Иисуса и его неизбежную участь. Они уже строили планы, как убить того, кого отец послал к ним с последним призывом. В воздаянии, которые навлекли на себя бесчестные виноградари, была показана участь тех, кто предаст Христа. Глядя на них, с сожалением, Спаситель продолжал. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Иудеи часто повторяли это пророчество в синагогах, связывая его с пришествием Мессии. Христос был краеугольным камнем ветхозаветного служения иудеев и всего плана спасения. И этот камень иудейские строители, священники и старейшины Израиля, ныне отвергали. Спаситель обратил их внимание на пророчество, которое должно было показать им, в какой опасности они находятся. Всеми доступными средствами он стремился объяснить им ужас того, что они были готовы совершить. Говоря это, он имел в виду и другую цель. Спрашивая, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями, Христос предвидел, что фарисеи ответят именно так, как они ответили. Он предполагал, что они осудят сами себя. Если его предостережение не пробудет в них потребности в покаянии, то этим они определяют свою участь. Он хотел, чтобы они увидели, что сами навлекли на себя погибель. Иисус намеревался показать им справедливость Божью, проявлявшуюся в том, что Он уже начал отнимать у них преимущество богоизбранного народа. Это должно было закончиться не только разрушением их храма и города, но и рассеянием народа. Слушатели поняли это предостережение. Но, несмотря на приговор, который они сами себе вынесли, священники и старейшины были готовы дополнить эту картину, сказав, «Это наследник, пойдем убьем его», и старались схватить его, но побоялись народа, потому что народ был на стороне Христа. Ссылаясь на пророчество об отверженном камне, Христос имел в виду реальные события в истории Израиля. Оно произошло при возведении первого храма. И хотя пророчество относилось ко времени первого пришествия Христа и с особой силой должно было повлиять на иудеев, в этом событии содержится урок и для нас. Когда возводился храм Соломона, гигантские камни для стен и основания его вырубались и обрабатывались в каменоломни. А после доставки на место строительства ни одно орудие не должно было касаться их. Строителям оставалось только установить камни на место. Для закладки основания был доставлен один камень необычных размеров и особой формы. Но строители не могли найти для него места и не употребили его в дело. Камень, лежащий на виду безнадобности, раздражал их. Ему долго не могли найти применение. Но когда строители начали закладывать угол здания, у них много времени ушло на поиск камня нужных размеров, достаточно прочного и подходящей формы, чтобы он точно лег на свое место и был способен выдержать ту тяжесть, которая будет покоиться на нем. Если бы они ошиблись в выборе камня для этого ответственного места, они подвергли бы опасности все здание. Им нужно было найти камень, который смог бы выдержать воздействие солнца, холода и бурь. Несколько камней были отобраны в разное время, но иные под давлением огромной тяжести дробились на куски, иные же не могли выдержать испытания резкими изменениями погоды. Наконец обратили внимание на камень, который так долго лежал в стороне. Его поливали дожди, полило солнце, над ним сверкали молнией, но на нем не было ни одной трещинки. Строители осмотрели этот камень, он выдержал все испытания, кроме одного. Если бы он выдержал испытания сильным давлением, они решили бы использовать его в качестве краеугольного камня. После испытания камень был признан пригодным, доставлен на назначенное место, и оказалось, что он точно подходит. В пророческом видении Исаии было показано, что этот камень символизирует Христа. Он говорит «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Пророку, перенесенному в пророческом видении во времена первого пришествия Христа, было показано, что Христос должен вынести испытания и искушения, которые были символически представлены в испытаниях краеугольного камня храма Соломона. «Посему, так говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Книга пророка Исаии, 8 глава, стихи с 13 по 15, 28 глава, стих 16. «В своей бесконечной мудрости Бог избрал камень для основания и уложил его сам. Он называет его крепко утвержденным. Весь мир может возложить на него свои тяготы, свои горести. Этот камень вынесет все, на нем можно строить без опаски. Христос — это камень испытанный. Тех, кто доверяется ему, он никогда не разочаровывает. Он выдержал все испытания. Он вынес тяжесть вины Адама и вины его потомков и оказался победителем сил зла. Он носит бремя грехов всех кающихся грешников. Во Христе виновное сердце находит успокоение. Он — надежное основание. Все, кто полагается на него, будут в полной безопасности». Пророчество Исаия о Христе говорится как о крепком основании и о камне преткновения. Апостол Петр, руководимый Святым Духом, ясно показывает, для кого Христос является камнем-основанием, а для кого — камнем-соблазна. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании «Вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Первое послание Петра, вторая глава, стихи с третьего по восьмой. Для тех, кто верует, Христос является надежным основанием. Верующие во Христа – это те, кто падает на камень и разбивается. Так изображено повиновение Христу и вера в Него. Упасть на камень и разбиться – это значит перестать считать себя праведником и прийти ко Христу со смирением ребенка, каясь в своих преступлениях и веря в Его прощающую любовь. Так мы верой и послушанием строим на Христе, как на основании. На этом живом камне могут строить как иудеи, так и язычники. Это единственное основание, на котором мы можем уверенно строить. Он настолько широк, что хватит места для всех, и настолько крепок, что выдержит тяжесть и бремя всего мира. Имея связь со Христом, с живым камнем, все, кто строит на этом основании, сами становятся живыми камнями. Многие люди своими усилиями обтесывают, полируют и украшают себя, но они не могут стать живыми камнями, потому что не имеют связи со Христом. Без этой связи никто не может спастись. Если Христос не живет в нас, мы не можем противостоять бурям искушений. Наша безопасность в вечности зависит от того, на верном ли основании мы строим. Многие сегодня строят на основаниях, которые не были испытаны. Когда пойдет дождь, и разыграется буря, и наступит наводнение, их дом упадет, потому что он не основан на вечной скале, главном краеугольном камне Иисусе Христе. Для тех, кто притыкаются, не покоряясь слову, Христос является камнем соблазна. Но камень, который отвергли строители, сделается головою угла. Подобно отвергнутому камню, Христос, придя на землю, перенес оскорбление и поношение. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезнь. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 3. Но близилось время, когда он должен был прославиться. Воскреснув из мертвых, он открылся Сыном Божиим в силе. Послание к римлянам, глава 1, стих 4. При втором пришествии он откроется, как Господь неба и земли. И те, кто теперь были готовы распять его, признают его величие. Перед всей вселенной отвергнутый камень станет главой угла. А на кого он упадет, того раздавит. Люди, которые отвергли Христа, вскоре должны были увидеть свой город разрушенным и свой народ рассеянным. Слава будет отнята от них и развеяна, как пыль по ветру. Что же погубило иудеев? Тот самый камень, который мог бы стать их надежным основанием, если бы они строили на нем. Они презрели доброту Божью, отвергли праведность и пренебрегли милостью. Люди сами восстали против Бога, и все, что могло бы служить им ко спасению, обернулось им на погибель. Все, что Бог предназначил им для жизни, послужило им к смерти. Иудеи распяли Христа, и это стало причиной разрушения Иерусалима. Кровь, пролитая на Голгофе, похубила их как для этой, так и для будущей жизни. Так будет и в великий последний день, когда суды постигнут тех, кто отвергает благодать Божью. Христос, камень их соблазна, станет для них горой отмщения. Слава Его лица, который дарует праведным жизнь для грешников, обратится огнем поедающим. Грешник будет истреблен, потому что он отверг любовь и пренебрег благодатью. Многочисленными примерами и предостережениями Иисус показал, к чему приведет отвержение Сына Божьего. С этими словами Он во все времена обращался к тем, кто отвергал Его как Искупителя. Все Его предостережения обращены к таким людям. Оскверненный храм, непокорный сын, вероломные виноградари, строители, пренебрегающие камнем, отражены в жизни каждого грешника. И участь, которая была уготована им, постигнет каждого, если он не покается. Священники и старейшины молча выслушали, что он справедливое обличение Христа. Они не могли опровергнуть Его обвинения, но еще больше утвердились в своем намерении найти ошибку в Его словах. С этой целью они послали к Нему своих соглядатаев, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя. К Нему направили непочтенных фарисеев, с которыми Иисус часто встречался, а молодых, усердных и рьяных людей, с которыми, как они думали, Он не был знаком. С ними пришли некоторые из Иродиан, желавшие слышать слова Христа, чтобы свидетельствовать на суде против Него. Фарисеи и Иродиане были некогда непримиримыми врагами, но теперь их объединила вражда ко Христу. Фарисеев всегда раздражало, что римляне заставляли их платить подати. Они считали, что уплата противоречит закону Божьему. Теперь они задумали уловить Иисуса в своей сети. Соглядатые пришли к Нему и с показной искренностью спросили. Учитель, мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Если бы фарисеи были искренни, говоря, мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь, это было бы чудесным признанием. Но хотя они и говорили так, чтобы обмануть, слова их были истиной. Фарисеи знали, что Христос говорит и учит справедливо, и по своему же свидетельству они и осудятся. Тех, кто спрашивал Иисуса, думали, что они достаточно хорошо скрыли свои намерения. Но Иисус читал в их сердцах, как в открытой книге и понял их лицемерие. «Что Вы меня искушаете?» сказал Он, показав тем самым, что видит их даже тщательно скрываемые намерения. Но еще больше они смутились, когда Он прибавил. «Покажите Мне динарий». Они принесли Ему динарий, и Он спросил их, чье на нем изображение и надпись. Они отвечали «Кесаревы». Указав на подпись на монете, Иисус сказал «Итак, отдавайте Кесарева Кесареву, а Божья Богу». Подосланные ожидали, что Иисус ответит на их вопрос прямо «да» или «нет». Если бы Он сказал «уплата подати Кесарю противоречит закону», то об этом можно было бы донести римским властям и арестовать Иисуса за подстрекательство к восстанию. А если бы Он сказал, что платить подать можно в соответствии с законом, то они бы обвинили Иисуса перед народом в нарушении закона Божьего. Но теперь они были ошеломлены. Планы их расстроились. Лаконичный ответ поставил их в тупик, и им нечего было сказать. Христос не уклонился от ответа. Его ответ был прямым и точным. Держа в руке римский динарий с изображением Кесаря и его именем, Христос заявил, если они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти поддержку до тех пор, пока это не вступает в противоречие с их долгом по отношению к Богу. Но несмотря на то, что они должны смиренно подчиняться государственным законам, в первую очередь всегда нужно быть верными Небесному Отцу. Слова Спасителя «Отдавайте Божие Богу» строго обличали коварных иудеев. Если бы они верно исполняли свои обязанности перед Богом, то никогда не оказались бы порабощенным народом, никогда не попали бы под власть чужеземцев. Ни одно римское знамя не развивалось бы над Иерусалимом, ни один римский солдат не стоял бы в его вратах, и ни один римский властитель не правил бы в стенах Иерусалима. Иудеи пожинали плоды своего отступничества от Бога. Услышав ответ Христа, фарисеи удивились и оставив его ушли. Христос осудил их лицемерие и самонадеянность, и в то же время Он установил для всех людей великий принцип, который ясно определяет границы долга человека в отношении к земным властям. Многим ответ Христа помог разрешить этот вопрос, помог обрести истину. И хотя некоторые были разочарованы, но и они признали, что принцип, лежащий в основе этого вопроса, был ясно изложен. Все удивлялись проницательности Христа. Наша встреча в эфире заканчивается. Мы знакомили вас с духовным и литературным наследием известной христианской писательницы Елены Уайт. Мы будем с нетерпением ждать ваши отзывы на эту передачу и заявки на открытки со стихами Священного Писания. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Наша страница в интернете находится по адресу www.golosnadежda.ru. До свидания! Господь да пребудет со всеми вами! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok